И правильно в некоторых странах ходить к психологам. То есть у нас так считается в России, что типа если ты хочешь к психологу, знаешь, у тебя кубуха поехала. Хотя зачастую, когда человек не может справиться с какими-то вопросами, это может идти из детства, ты можешь даже не знать, почему у тебя что-то не получается. Очень важно найти правильного человека, который тебе по полочкам всё разложит. Но недавно появилась в нашей стране, в нашем городе, у нас смотрят не только из Москвы, а со всех городов. У меня огромная аудитория, 23 миллиона. Привет всем моим людям. К нам переехала Инночка, она начала заниматься такой методикой, как мастер разбора. Разборок? Разборок. Разборок. Я не сказала, вот это ты мастер-разборок, привет. Разборок ты, либо не разборок, разборок. И вот я, прежде чем мы начнем, я начну с тобой общаться, мы будем рассказывать нашим подписчикам, ты можешь мне объяснить, чем отличается психология и поход к психологу от твоих разборов. Какие главные вопросы ты можешь решить? Методика, да. Ребят, всем привет. Речь пойдёт о нас, о нашей жизни, о наших каких-то задачах, проблемах обычных людей. Обычных. Обычных. Я имею в виду, какие-то все же, одни и те же вопросы. Соотношения, деньги, предназначение, да, вот большинство. Работа, здоровье, создание семьи, востребованность, выбор в жизни, кем мы хотим стать, да, наше предназначение какое-то. Так, и... Вот классическая психология, это что такое, вот восприятие такое, да, что ты приходишь, рассказываешь свои проблемы, и тебе психолог говорит, ну, у тебя всё получится. И с другой стороны нас тоже смотрят. Напишите, кстати, из каких-то городов, стран. Это вот такая классическая, да, психология. То методика мастер-разборов и та академия, которую я основала, и ТОП и ЗТОП сейчас в России, в России самый крупный проект онлайн, отличается тем, что каждый человек может за короткое время, за три месяца, обучиться делать разборы. Что это такое, если прям совсем раз? То есть мы можем... Ой, нас смотрит Вика Боня, Викуль. Викуля делает офигенные разборы по шее, как сделать так, чтобы не было морщин. Да, кстати, если... Может, тоже у нас будет всё в порядке, но, знаете, как говорится, береги... Смола, душею. Не только честь, да, смола, но и шею. Вот, я активно занимаюсь спортом, и у меня хорошие гены, но, если что, Викуля классные какие-то массажики делает. Просто я подписана на неё. Да, Вика, ну, моя красотка. Так, и вот, собственно говоря, вот что у нас получается. Мы живём, да, у нас формируется реальность, которую мы сами формируем. Да, мы в отношениях или не в отношениях, у нас есть детки или нет, у нас есть бизнес или нет. И базовая ошибка людей в чём заключается? В чём? В том, что я недоволен своей жизнью, но я не знаю, почему это так. И мы начинаем, знаете, как... Копаться. Копаться, читать в YouTube ровальки и так далее. Нет, есть два типа людей. Первый тип людей, которые недоволен своей жизнью, он обвиняет всех вокруг и ненавидит всех, у кого что-то получается. То есть свою нереализованность вместо созидания он отправляет в негатив. Есть второй тип людей, мне кажется, я к этому типа отношу. Да, который копается в себе и прививает в себе зачастую чувство вины, мол, из серии, я что-то не так круто сделала или не так много проработала или не так часто я катаюсь на коньках, чтобы делать пистолетики. То есть я начинаю копаться в себе. И иногда, кстати, это не очень хороший вариант, потому что вместо реальности ты оказываешься в какой-то такой микродепрессии, когда ты вроде всё делаешь чётко, конкретно, а у тебя что-то не получается. И вот отличие. Первый вариант, мы можем копаться сами в себе, то есть анализировать, думать, почему я так получаю. Что тоже неплохо. Да, это уже супер. В общем, если вы сейчас анализируете и думаете, это уже шаг. И второй вариант, это сделать разбор. И вот здесь два концептуальных варианта. Вы можете найти мастера разборов. У меня уже тысячи студентов, да, в Инстаграм, в социальных сетях. Инна рассказала, что мы только встретились. Кстати, принесла мне шикарный букет цветов. Спасибо большое. Успела сделать диагностику. Успела, да, начальный этап. Да, начальный. И на самом деле Инна мне рассказала, что она спит по 3-4 часа, что не очень хорошо, потому что... В Москве мне приходится много работать. Много работать и много клиентов из других стран. Да, да, да. То есть, поскольку еще разное время приходит... Не приходится, а я так понимаю, тебе это достает удовольствие. Я постоянно работаю, ваше четверо детей. То есть, она никогда раз четверо. Муж, что тоже важно. Конечно, да. Извините, муж требует очень много внимания. Когда она мне рассказывала о каких-то результатах, которые она достигла, у нее просто мурашки по коже. То есть, человек настолько отдается своему любимому делу, что искренне хочет помочь другим людям, у которых есть проблемы. И это очень-очень круто. Да, и вот, Олечка, позволишь, я продолжу. Первый вариант самостоятельно это делать, да? А второй вариант профессиональный. А я всегда привожу примеры. Вот у вас сломалась машина. Вы же не начинаете сами хаотично чинить, как вам вздумается. Вы едете на станцию СТО, вам делать диагностику и заменять детали. Методика мастера сбора вы тоже самое. Наш заказчик, человек, да, говорит запрос, например, не может найти человек предназначение, себя не может найти, да? Или там не получает удовольствия в интимной близости, да? Или там со здоровьем какие-то вопросы. И он пытается анализировать, что с ним не так, но не может найти ответ. То методика мастера сбора, это там, где ты за 5 минут максимум можешь сделать сам себе диагностику, да, этому я обучаю, и найти точечную, конкретную, индивидуальную причину, почему в твоей жизни что-то не так, да? А как это возможно? Мы этому обучаем. То есть человек поступает к нам в академию, да, пишет, например, заявку в директ, я хочу обучиться. Да. И у вас сейчас начнутся в марте, по-моему, да? Да, у нас каждые полтора месяца стартап, сейчас учится на потоке 1087 человек, вот. И ребята поступают в академию, сначала учатся делать диагностики, да, диагностировать сам себе в группе посиденца. Потом изучают этапы, и, соответственно, уже к выходу, к выпуску любой человек с нуля, у нас государственная лицензия, аккредитована, министерство образования, у нас полностью программа признана, зарегистрирована в Конгрессе США. Вау! И сейчас мы переводим на технологии, то есть в Сингапуре, вот. То есть через три месяца студент, который проходит у вас обучение, получает некий сертификат? Диплом государственного стандарта раз, но самое основное, это не бумажка, самое основное, это самостоятельность, возможность никогда, ну, то есть не быть зависимым от каких-то там, условных специалистов, в любую секунду, там, заболел ребенок, сделать разбор там, что-то не получается бизнесный, делать разбор. Вы хотите принять решение, каким бизнесом заниматься, сделать разбор, то есть на любую тему в своей жизни, да, там, увеличить доход, сделать разбор, мы делаем разбор каждый день в комбайне, то есть мы постоянно принимаем какие-то решения, и мы делаем диагностику. А как это возможно? А как это возможно? Вот смотри, ты говоришь о том, что со здоровьем можно решить проблемы. Даже вот, ладно, здоровье, все равно нужны врачи и профессиональная диагностика все-таки. Конечно, мы не отменяем. Это в комплексе должно быть, и, наверное, еще работа с головой, потому что мы все знаем тысячи историй, когда вера человека, вера человека в то, что у него все получится, и он выздоровеет, это тоже очень работает. А вот, например, допустим, банальный вопрос, вот, допустим, сейчас нас смотрят молодые девчонки, вот мастер маникюра, к примеру, да, который мечтает быть самодостаточной и увеличить свой доход. А как ты больше всего зарабатываешь? Те, кто занимается волосами, маникюром, причем они берегут в академию, покажут ногти. Да, потому что это то, что нам нужно всегда. Что в ней происходило, у нас всегда должны быть ухоженные ручки, ухоженные волосы. У меня есть студентка, которую первый выпуск мы выпускали летом. Она заработала за три месяца обучения 850 тысяч рублей. Мы справились, начали проводить эфир, как ты это сделала. И пока я икрашу волосы, я начинаю себе разговаривать, человек расскажет мне свои проблемы, начинает делать тушный разбор. И мне настолько, ну, чаевые дают классные, что стали оплачивать. Остеопаты, очень много из разных сфер. То есть, неважно, вы там супер богатый человек или там супер, наоборот, у вас проблемы с деньгами. Неважно, кто вы по профессии. Вот, я мастер маникюра, мастер маникюра. У нас один студент, у Иночки, за три месяца 850 тысяч рублей. У нас очень много студентов. Это вы, конечно, такие суммы, вы озвучиваете. Это не потолок, это не предел. У нас в чем еще уникальность Академии, в том, что любой человек может прийти и получить профессию сразу. Тут же у нас есть база знаний. Мы обучаем, как вести Инстаграм, как предложить разбор, как об этом поговорить. И те студенты, которые приходят, допустим, за новой профессией, за деньгами, да, сейчас кризис, как бы, и надо. А мастер разборов это очень супер круто оплачиваем профессия. То есть получается, что вы своим опытом с легкостью делитесь другими. То есть у вас нет такого, да, что это ваша личная... Было такое, я переживала такой период в своей жизни. Я не хотела обучать, я хотела единственным оставаться экспертом. Год назад мы пробно обучили 30 студентов, и я наделась, что у них не получится. Чтобы только я была такая... Это только Инна, может так честно признаться. Я им бы эту правду сказала. У них получилось очень круто. Стал карантин, они стали зарабатывать классно на этом. И мы перевели все в онлайн. У нас есть не просто ты поступаешь, знаешь, многие там думают, я не доучусь, времени у меня нет и так далее, и так далее. Я всегда задаю вопрос. Если ты точно знаешь, что ты будешь учиться, твой доход будет там каждые полгода расти в 2-3 раза, твоя жизнь расцветает, личная жизнь наладится, ну и так далее, и так далее. Ты начнешь быть счастливым, энергичным, да, у тебя будет прямо, ну вот ты будешь идти и все складываться, понимаешь? А если что-то не так, ты сделаешь разбор. Ты инвестируешь 3 месяца, на самом деле только очень сильный и самодостаточный человек не боится делиться опытом. Вот я, например, никогда не боюсь делиться славой, например. То есть я всегда всех, то есть я, мне не жалко поделиться кусочком себя. Я вижу, что у вас красивые часы, Оля. У нас прямой эфир. Я вот сегодня портаю, говорю, хочу ролик с вами. Да? Так скоро, значит, у вас они будут, если вы сделаете себе разбор? Я вот тоже не боюсь. То есть я всегда всех отмечаю, всегда благодарна. Я всегда, то есть если человек от меня получает какой-то опыт, популярность или энергию, то есть мне не жалко с этим поделиться. Вы что-нибудь много. Мне кажется, только такая энергетика, как Оля Бузова, это вообще по пальцам пересчитать, потому что, когда ты работаешь с человеком, ты чувствуешь все его энергии. Разбор это, кстати, что такой разбор, сейчас после этого эфира мы перейдем. Оля, в встрече, а я буду делать для всех желающих, у меня разборы стоят как бы очень приличные, для того, чтобы вы получили бесплатно, мы перейдем в аккаунт Инна Клиошинова. Инна Клиошинова. Инна Клиошинова. У меня этот аккаунт отмечен в моих сторис, так что после эфира, да, Инна, я буду делать диагностики абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. Бесплатно, если вы успеете выйти на связь и подключиться, Инна будет делать вам разбор и диагностику. А что делать с тем, когда возникает такое состояние, ощущение, как будто бы у тебя нет сил. Знаете, вот я очень много отдаю, очень много, и мне это доставляет удовольствие, то есть мне не жалко, я не жалею себя, я очень много, очень много всегда людям, своим близким отдаю. И я даже говорю не про материальные какие-то ценности, хотя это тоже имеет на с тобой то есть мне не жалко для других ничего, ни дорогих подарков, ни вложений. Я даю очень много себя, своего сердца, своей энергии. И бывает так, то есть, например, в концерты, раз и уже всё. Да, в концерты, например, когда я вот очень много отдаю, скоро будет, 8 марта концерт в Москве, все приходите. Я очень много отдаю, бывает такое ощущение, что прям как будто бы без сил, но мне так наполняет моя аудитория и любовь, что есть такой баланс. А когда такое состояние человеческое, когда у тебя ощущение, что нет силы, нет энергии, с этим можно как бы справиться? Конечно, давайте я вот вкратце, совсем кратко по контенту, если у вас нет энергии, вы не чувствуете, что вот вы прям, знаете, просыпаетесь и классно высыпаетесь, Да, и классно высыпаетесь. Это мало спалено энергии, потому что и делаете все специальные разборы. Что это за разборы? Есть вот определенные, определенные энергии, да, если вот такой листик позволите, вот сюда налить стакан воды. Вода потечет вниз, верно? Да. А если вот так разлить стакан воды, то он как бы энергия не будет перетекать. Здесь то же самое, у нас есть самый универсальный источник энергии, это родовая энергия. И когда у меня было бесплодие, я не могла забеременеть, я была удивлена. Это было зафиксировано гинекологами, то есть это было... Три. То есть это был такой... Да, мы сказали все, я думала сейчас я стану богатой и уже искала племянник, у меня была племянница, племянница, ну кому я все отпишу, кто меня будет осматривать. А потом я стала просто тестить, пробовать все, и в какой-то момент, знаете, пришло, пришло, я стала делать разборы, я делала себя в бизнесе, разборы, стала очень успешной. И вот основной момент, откуда мы берем энергии, это только родовая, есть специальный вид разбора по родовой линии, то есть по линии мамы, по линии папы. Но это очень важно, мы даже сейчас в профессии, тоже телевидение, мы ведем шоу, ББ каждый день, и часто на днях у вас не было. У меня не было. Ну вот приходите, где вы были. А я меняю в психологии. Я делаю все лучшее сразу. Вот, но в следующий раз к нам придется, нашел будет новый формат, и очень часто как раз таки психологи говорят, я знаю это, потому что я тоже это сама проработала без помощи. Очень-очень многие моменты и проблемы идут с детства. Абсолютно верно. Это очень важный момент, и важно это понять, осознать и проработать, то есть простить кого-то, да, маму или папу, отпустить. И, ну, проблемы разные бывают, вплоть до того, что иногда девушка не может выйти замуж из-за того, что, допустим, отчим домогался, да, до нее. Разно было, но в большей степени, да, давайте, позвольте, прокомментирую, что была на вашей передаче, когда вас не было, то есть я вместо вас, получается, поработала. Это я шучу, чтобы чуть-чуть юмора. И там было две семьи, и мне задавали вопрос, вот, одна семья, у которой проблемы с тещей, а вторая семья, у которой все классно. И нам психологом задавали вопрос, чем отличается психолог-мастер-отборов от других. Это да, хорошо. Один психолог сказал, у них нет цели, там, где проблемы, да, второй психолог сказал, у них просто они беднее, а мастер-отборов знает четкую причину. Я посмотрела, как они сидят. Просто то, как они сидят. Мужина и теща. На одном диване, и муж, жена, и теща на другом. И мне было сразу очевидно понятно, они неосознанно сели на диван определенным образом. То есть это беззнаетно. То есть даже по позиции. Сразу видно, что там нарушена у них иерархия, что мама играет в роль дочери, из-за этого дочка злится на нее неосознанно, и всю злость выливают на мужа, да, ну и так далее. То есть мастеру разборов сразу видно. Три месяца, ребята, вы в топе экспертов по знаниям, по квалификации, потому что, да, может быть иногда, знаете, когда делаю первый разбор, о, там ассистент, еще что-то, как это возможно реакция. Но зато ты знаешь, за пять минут точечную причину, что, как и почему. И большая часть современных женщин, да, вот как я, мне 38 лет, то ли вам, вы помняты младше меня, да, да, личную жизнь. И я была удивлена, что личная жизнь, это проекция взаимоотношения с мамой. У меня были прекрасны всю жизнь взаимоотношения с мамой, я никогда с ним не ссорилась. Но я не знала, что там, мама там не получила любовь от своей мамы, она никогда не внимала, представьте, бабушек, а у нее там, маму воспитывала мачеха, я не знала, представьте, что четыре поколения, два, что-то на нас оказывают, слияние, что там у них было, как они жили, потому что наши гены передают, они несут информацию. Например, в России, да, большая часть людей приходят на тренинги, по пизду, ходят, ходят, там, процент какой-то кому-то помогал, но в большей степени человек саботирует свой успех. Что это такое, да, вот он пришел на тренинг, половину пути прошел, и до свидания. и ушел. На языке мастера сбора это сопротивление обозначает, то есть его родовой системе либо негативно относится к предпринимательству, подсказывают, дорогой друг, там бизнесом было опасно заниматься. Если еще родители поддерживают этот культ, там, допустим, как они будут говорить, ну, да, деньги-то плохо, например, семья, да, кто-то говорит, там, деньги, не надо, не надо. Мне говорили, хочешь что-то себе приобрести, иди работай. Мне тоже договорили, поэтому мы и Пашу, да, покажем. И вот еще, кстати, когда в детстве все же до пяти лет закладывается, все же, он заложился, когда папа смотрит на девочек в глазах восхищения, у нее закладывается высокая проекция в реализации внешней, вот так легко она реализуется внешне. И наоборот, допустим, папы не было, да, в детстве, девочка становится успешной, очень часто таких предпринимателей гораздо много, она ищет неосознанного отца. Представьте, какие кубики ищет. Конечно, когда нет папы, девушка ищет неосознанного. Неосознанного, она думает, что она ищет своего мужчину, и на самом деле она хочет видеть отца в лице своего мужчины. Это может здесь у всех и смотрите, может, индивидуально, но уже такие научно-десертачи такие, но просто на самом деле очень сложно какими-то общими словами говорить, потому что Инна делает конкретно разборы с каждым человеком. Мы просто сейчас и обучаем, и обучаем, но основной это обучение, потому что я разбора всех не сделаю, да, всем на свете разбора не сделаю. Есть такая классная новость, друзья, ответ найден, просто вам достаточно, написать в директ Инна Кляшинова либо Академия Мастера Спора, поставить номер телефона и мы вас возьмем в наш прекрасный замечательный теплоход в Академию, где вам не нужно верить, доверять, что у российского человека тоже нас побили в перестройку, и мы иногда это правда, это не правда. Я могу честно сказать, мы с вами начали сейчас до эфира общаться, буквально за несколько минут, конечно, нужна более какая-то интимная обстановка, я очень всегда еще пунктуально именно знаю, ты говорю, у нас в 9, давайте заберемся, нет, я в 9, в 9 у нас эфир с подписчиками, я вот честно хочу тебе сказать, на ты пришли уже, мы уже домой пришли, на ты, 25 января уже прямо точно, я честно хочу сказать, что есть такое состояние, знаешь, легкого недоверия, не недоверия тебе как женщине, как личности, вот трудно поверить, я примерно представляю тоже реакцию аудитории, трудно поверить, что просто поработав и сделав разбор, по всем пунктам найдутся ответы на вопросы и жизнь изменится. Это очень легко. но трудно в это поверить, потому что жизнь такая сложная, ты понимаешь, что вы сегодня скептики, я сегодня буду вас убеждать. Смотрите, я верю в силу мысли. Хорошо, сила мысли это тоже очень классно, но вам нужно думать об этом, разбор, это тогда тебе не нужно об этом. Вот вы загрузили диск в магнитофон, и там играется белые розы, белые розы, беззащитной шипой, и вы едете и думаете, блин, ты мне эти белые розы? Я хочу другую песню, но диск не достаете и там не перезаписываете новую песню. Вы же не расстраивайтесь, что другая песня не играет. Здесь тоже самое. Белые розы может через пару дней назвать. У нас загружены какие-то программы, которые мы воспроизводим, хотим, не хотим, белые розы играют, что-то не так в нашей жизни. и задача мастера разбора вас, вы идете учиться в академии, находить почему, какая песня у меня играет, неословно, и ее перезаписывать, перезагружать. И называется этап трансформации. Как? Этап трансформации. Мы не успели имплатинировать, чуть дольше поработать. У нас какие-либо должны быть запресочки, листики, мы дети приготовили. Детамосика. Ребята, знаете, о разборе не расскажешь, и вы лучше посмотрите, ребят, кому надо, вы уже точно хотите точные результаты своей жизни, классные результаты, готовы немножечко пообучаться в онлайн-формации. Причем, чтобы сразу всех успокоить, это да, или если этому можно научиться, можно объяснить то, что потом твоя жизнь меняется, то, что ты прорабатываешь это, или ты начинаешь мыслить, или понимаешь, чего ты хочешь, и вселенная тебе это дает. Ты начинаешь больше работать. как это работает? Я понимаю, если удаляешь песню белой розы и включаешь песню розовые очки. Записываешь, включаешь, играет песня розовые очки, где-то все клавило. Убедилась? и когда про розовые очки, меня это легко убедить. Просто понимаешь, что, наверное, трудно в это поверить, пока ты не попробуешь и не убедишься в чем-то. Если кто-то не верит, и так далее, это же тоже программа «Я не верю», правильно? Бессознательно. Я не верю. Так очень будет трудно в жизни куда-то шагать, потому что успешный человеку не думают верю не верю, пробуют все. Ваш магазин захотите покупать сыр. пробую и говорю «Нет, этот сыр не вкусный, я люблю российский». И по поводу верю-не верю, и про успешного человека, что он пробует все. И еще любопытные пробуют. У меня интерес, у меня есть некоторые нереализованные мечты, у меня есть огромное количество целей. мне кажется, в своем возрасте, даже не кажется, я точно четко знаю, чего хочу от этой жизни, от себя, от людей, которые рядом со мной. У меня нет такого понятия. А большинство есть. Это тоже динамика. Нужно делать разбор, потому что не случится чудо. Не случится чудо, если ты не знаешь, чего ты хочешь. Но у меня иногда знаешь, что так получается. Вроде все делаешь, работаешь, но ты знаешь, какая я трудоспособна, и моя аудитория до сих пор в шоке. Все ждут, когда Оля устает. Оля устает, поверьте, Оля очень устает. 10 часов встречи после эфира. у меня после эфира. Ой, а что там будет на встрече, не представляете, правда, очень важная встреча. вот бывает, что-то вроде ты все делаешь и не получается. Иногда некоторые люди руки опускают. Это знаете, как например, я всегда говорю, не опускайте руки, у тебя есть задача, чтобы у был пресс. Он появится через месяц, или через два приседания, ты хочешь подтянутые ножки, они не появятся. И люди зачастую бросают, я просто на примере привожу, понятно, что мы все хотим похудеть, нам вечно нечего надеть, и мы все вечно на диете и поправляемся худеть. Я хочу пресс, я иду качаю пресс, я буду качать его, пока этот пресс не появится, я не бросаю дело. определенных роль в кино, причем я знаю, что она меня ждет, я это чувствую, я играла в спектаклях, я умею проживать и боль, и радость, входить в состояние, и вроде ты все делаешь, а жизнь тебе этого не дает, и шансы не переставляют. Вот здесь нужен разбор, сразу же, если вы делаете 2-3 попытки, вот смотрите, у вас не получается, это на языке мастер-разбора динамика, неосознанная причина, по которым вам на эту цель, то есть вот психика отторгает ее, приведу пример, например, вы там в детстве взяли деньги, вас мама поругала, вы выросли, вы вроде бы почему бы не зарабатывать, а психика ой, деньги это стресс, до свидания, деньги. Потому что в детстве мама поругала. Да, и деньги записываться на бессознательную часть, что это опасно, или, например, вы хотите стать богатым, а не можете, вы просто сделаете такой простой тест, посмотрите на свое окружение, на родителей, если нет, то у вас будет лояльность, есть в голове зеркальные нервные связи, нам важно быть как наше окружение, поэтому говорят окружение, свита делает короля, да, и так далее, вы хотите быть счастливыми, вы общаетесь с кто счастлив, но, и другой момент, мы не можем общаться с людьми, например, да, богатыми, если мы бедны, зачем мы им нужны, да, то есть, они не будут с нами общаться, они не будут не потому, что они плохие негодяи, потому что они интуитивно понимают, что ты сейчас перепылишь их энергетикой, бедности, и в жизни что-то случится, как-то, то есть, ты имеешь в виду, что скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, то есть, если ты хочешь добиться чего-то, то окружай себя теми людьми, у которых это есть, для того, чтобы заряжаться, да, энергетически. Я хочу сказать, что да, вот по опыту мы уже много обучаем, да, почему мы не просто, я обычная девочка из деревни, там, супертрудоголик, поэтому, когда я смотрю на Олин взгляд, который налыбается, глаза спят, ну, боже, у меня сейчас такие же, она улыбается позитивно, такая, необыкновенная, ребят, просто необыкновенная, вот, и вы хотите, да, вы хотите успехов, вы хотите карьеру, вы хотите, встаньте сами дожить все равно в своей жизни, приходите в академию, обучитесь этому всему, и я вам даю уже готовые рецепты, пошаговые, пошаговые рецепты, да, работы с собой, потому что, слоте, четверть детей, там, из-за ту же отношения, прекрасно, замечательное отношение, и самое основное, да, вот, кейс, я всегда хотела быть богатой, всегда, потому что я ходила в ранок, лодочках, да, там, смотрела на витрине пирожных, и там, представляла, что ты их ем, но у меня в голове было, что я живу в замке, я 15 марта, когда переезжала, в настоящий замок, прийти, в замок, да, серьезно? я хорошо зарабатываю, в замок, в замок, ты принцесса, с принцем, и четырьмя, с тремя принцессами, 38 лет мне понравилось, а вы за три месяца, говорит, нет, но в замке, в замке жить, это, конечно, прекрасно, и получается, что нужно откинуть все страхи, убрать, просто откиньте сомнения, убрать сомнения, убрать вот этого, я не верю, просто попробовать, и мы начнем, да, с тобой работать, общаться, дружить, мне просто даже, я подумала, конечно, подумать, я просто знаю, у Инны столько клиентов, она думает, у нее и так все хорошо, зачем ей нужно, нужен разбор, но мне просто даже интересно, сейчас, конечно, очень такой сложный график, но если у нас будет какой-то результат, и я его увижу, вот просто, мы же могли сказать, ой, мы сейчас сделали разбор, такая невероятная штука, мы все по-честному говорим, что мы не успели, мы не успели, что мы начали делать диагностику, через пять минут эфир, и Руль, да давай задержимся, ради бога, она говорит, нет, я не могу, пунктуальность ответственность, в 9 часов, а включилась уже кнопочка, поэтому если вдруг, понятное дело, что это личная история, но что-то можно будет и сказать, потому что, конечно, мы все мечтаем, у нас у всех нормальных людей, должны быть цели, должны быть, мы должны мечтать, потому что иначе, как же. Ну да, например, я уже приведу пример, потому что это уже не секрет, вот например, вот та же самая, моя любимая, обожаемая любовь из Пинска, у нее же длительное время были, если вы помните, как бы, вся страна переживала, что дочка далеко, я почему это говорю, не хочу лично раскрывать, но она сама, вчера мы давали интервью, у нее был день рождения, в прессе, и Даня сейчас здесь, в России, понимаете, и результат случился, я работала с любовью, да, ну, когда ты работаешь с людьми, вот, не хочу никого сравнивать, ни в коем случае, но когда человек открыт, понимаете, что она пришла, она сразу начала работать, и когда результат случился, через 10 минут, да, они все подумали сначала, это случайность, что это не мистика какая-то, меня представьте, в ты не поверишь, показали меня, что вот, психолог работает с Любой Успенской, за огромный день, ты не поверишь, показали, и вчера подходит, бирает у меня интервью, говорю, ну что, ну что, Таня уже здесь, понимаете, то есть, главное для меня, не процессы, я обучаю не процессы, разбри себе, закрой глаза, там тебе нужно психоанализ, это все ерунда, я обучаю, как делать результаты, не просто, вам кто-то волшебник, на приоритете, да, я говорю, ребят, возьмите реально, этот супер офигенный инструмент, это очень доступно, очень, у нас есть рассрочка, пожалуйста, каждый человек тебе может позволить, да, есть рассрочка, там, на два года, да, ты плачешь, там, всего 6 тысяч рублей, это по сути, там, даже для, ну, обычной семьи, среди статистической, да, как работать с доходами мужа, почему ты освободишь доход, муж это все, на любую тему, как работать с доходами мужа, да, есть, говорят, чтобы работать с доходами мужа, у мужа должны быть доходы, а есть, как сделать так, чтобы мужчина твой, не лежал на диване, ну, да, вот, многие девчонки, жены, же, ведь, вечная проблема, мужики смотрят футбол и лежат на диване, можете такие вопросы решать, для моих подписчиков, потому что у меня очень много, очень, девочки, хороший, взрослый, аудитория, много мамочек, которые замужем, и которые хотят, чтобы в семье была гармония, чтобы их мужчина работал, конечно, добивался успеха, добивался успеха, потому что это очень важно, это очень важно, мужчины же в нашей реальности, находятся в нашей, если в нашей реальности мужчина мало зарабатывает, значит, у нас есть что? Бессознательная программа, которую мы не сознаем, по которой нам можно только такого мужчину, все проблемы в нашей голове получаются, и ты помогаешь, обучаясь, как с этим работать, я могла этого не делать, смотрите, собирать большие залы, там и так далее, но просто так получилось, у меня, Уличка, ты знаешь, четверо детей, и у меня были двое деток, друг со другом шли, кесарево, я забеременна, он мне доктор говорит, боже мой, ты опять беременна, главное, чтобы не двойник, а у меня двойник, и я запугалась, а вдруг я умыл, а люди не узнают, понимаете, честно, если бы не эти обстоятельства, навряд ли бы начала обучать, потому что эго очень тешит, когда тебя носят, ну как, ты такой незаменимый, очень, ну правда, говорю как есть, но я подумала, блин, а что вот действительно, ну что я оставлю, а люди не узнают, это самое основное, это ваша свобода, это ваша свобода на всю вашу жизнь, что вы найдете ключ, я его искала, напишите много лет, а сколько лет, Иночка, вы работаете, как к вам это пришло, вот это вот, понятие, то есть вы же ни у кого не учились, вы сейчас учите, делать разборы, вы все можете пройти курсы в Академии, вся подробная информация у Иночкина, страница, мы сейчас перейдем, мы сейчас перейдем, да, вот, а как это к вам пришло, то есть вас же никто не обучил, или вы читали книги, это психология, я хотела помочь себе, я не хотела, мне не складывались отношения, мне поставили диагноз бесплодия, и я начала интуитивно делать разборы у себя в бизнесе, и в Ростове-на-Дону мы тогда жили, мы стали лауреатом национальной премии, и я за год в Ростове-на-Дону на юридических услугах заработала миллион долларов, совершенно миллион долларов, на юридических услугах, и мне очень интересовала психология, но в моем понимании психолог, это кто, кто мало зарабатывает, то есть я думала, ну что там, сиди, слушай проблемы других, зачем мне оно надо, у меня своих там целая куча, да, а потом, когда у меня уже появился супруг, я вспомнила о том, что у меня же, я ж детей, ну, ой, медь, и я подумала, а что если у меня эти алгоритмы из бизнеса перенести, сейчас делать разбор себе на эту тему? Просто самостоятельно? Да, 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 я также пригласила ассистента, взяла разбор, забриняю через две недели, хотя был диагноз, хотя был диагноз, от трех специалистов, что бесплодие, от трех экспертов, но я тогда все равно, понимаешь, я была упряма, я бизнесом занимаюсь, деньги класса зарабатывают, у меня не было такого психология, психология, а потом в какой-то момент я поняла, что если я начну продолжать заниматься своим же бизнесом, то мне это уже не интересно, и я хочу заниматься с людьми, чтобы помогать им, я стала полтора года назад, провела первый свой мастер разбор, и думаю, ладно, пусть по 10 тысяч рублей заплатят, я вот все, кто там в инстаграме завела страничку, сейчас у меня разборы, ну, Оля знает, от 10 миллионов рублей, вот представьте, за полтора года разница, и не потому, что там, да, я работаю только с богатыми, да, или у них есть деньги, для того, чтобы каждый человек мог помочь себе, у нас есть академия, пожалуйста, приходите, вот, ну, каждый может 6 тысяч рублей в месяц оплатить, и научиться сам, сам себе делать разборы, и для того, чтобы мы не слились на пол пути, у нас есть у каждой группы куратор, то есть вас возьмут за ручку, будут вести, вы будете сам, не просто слушать лекции, а постоянно делать разборы внутри группы, то есть вы с теми запросами, которые придете, вы уже там это все проработаете, через 3 месяца. То есть, например, получается, 3 месяца прошло обучение, и потом есть какие-то вопросы, дальше это бесплатно можно обратиться? Конечно, группа же остается раз, во-вторых, мы планируем, ребят, кто хочет там, да, впереди бизнес открыть, мы планируем в этом году открыть 600 центров по России, у нас 25 странных студентов. Хорошо, а вот смотрите, Инночка, про бизнес, вот вообще этот год, 21, глобально для нас, для всех, он будет счастливым. Коль, все будет хорошо, мы же делаем с академией, все будет хорошо. Я как бы про себя спрашиваю, ну типа всех своих девчонечек объединяю, типа все хорошо будет, когда? Это знаешь, все говорят, все будет хорошо, и первый вопрос, когда? Как, да? Смотрите, мозг, у каждого человека есть финансовое расширение, ты его не пробьешь, понимаешь, финансовое расширение. Здесь самое основное дать возможность новым проектам, новым варьетинностям войти в свою жизнь. Для кого-то кризис погубил бизнес, для кого-то, близкие, родные, и так далее. Это было очень непросто, я думаю, что для всего мира. Для всего мира, да. И самая основная задача сейчас не засесть дома, ну то есть, знаете, все-таки пойти, неважно вы, у нас есть специальный уровень раздела обучения еще три месяца, то есть это полгода, мастер бизнес разборов. Разбирать представки, счету того, как выбрать бизнес, вы можете уже сделать диагностику, да, и посмотреть сразу, этот бизнес пойдет, а этот нет. Какое помещение выбрать? Вы сэкономите огромное количество сил, энергии, этого сотрудника брать, это нет. у нас с компанией, знаешь, как смеемся, у нас 20 консультантов, потому что очень много заявок на обучение, и мы едем, а партнер спрашивает, а вы там, руководитель отдела продаж, протестировали, мы диагностику сделали, то есть мы даже, сразу собеседование, понимаете, то есть, и почему проект академии мастер-сборов такой успешный, да, потому что у нас нет ни одного негативного отзыва, мы, кажется, каждого студента, прямо, он самый любимый, родной, и мы делаем все, чтобы у каждого человека случился тот результат, за которым он приходит, а были двоечники, то есть были люди, исключения, звезды, я делаю ему разборы, говорю, вы меня замучили, идите учиться, они там будем учиться, они приходят учиться, и через месяц бросают учебу, то есть, есть люди, которые не доводили делом, потому что для них это мало, если бы академия стоила, иметь 10 миллионов, они бы заплатили по 10 миллионов, это было бы ценно, то есть, и здесь еще тоже важно, они знают, что всегда позвонят мне, понимаешь, что я ночью встану сделаю диагностику, ну и так далее, и так далее, звезды самые недисциплинированные, Оля, я буду лично за вами надирать, записывать, я вообще самая, мне кажется, дисциплинированная я теперь боюсь вас брать на обучение, потому что вы будете не заметить, и на должен был эфир начаться, начаться, да, а ты еще не готова, да, да, где, 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 да, так, что еще, может, почитаем комментарии, что напишешь? Да, вопросы задавайте, ребят, любые, любые вопросы. То есть, это такой эфир ознакомительный, мы уже проводили эфир с сыночкой. Оль, можно я расскажу, что у нас предстоит? Да, нужно, нужно, нужно. Что у нас, какие события? 1 марта стартует новый поток обучения, что нужно сделать сейчас? Перейти на страницу Инна Тлиашинова, Инна Тлиашинова. У меня есть история. Ребят, если вы меня уже видите, смотрите, это знак, то есть нет смысла убегать, вы все равно снова меня увидите. Идите сейчас, у нас есть такая фишка сопротивления. Откуда оно берется? От сознания. Сознание саботирует изменения. Это когда психика устроена. Не ждите, пока, знаете, рак свисит на горе. Возьмите этот инструмент сейчас, это самый, ну, волшебная палочка, считайте. Напишите в директ свой имя номер телефона, вам позвонит консультант, покажет документы, расскажет об образовательном программе, какую специализацию вы можете получить, какое количество разборов вы получите. И у вас есть еще подарок, вы получите разбор, если вы запишетесь на обучение, от профессионального куратора в подарок. Первый вариант. С 1 марта начинается обучение, и прямо сейчас вы можете, если вы заинтересовались, понятно, что многие люди могут относиться несерьезно, кому-то это не нужно, но правильно вы говорите, что кто-то сейчас услышал те слова, знаете, иногда в жизни, кажется, у человека должен появляться человек, которому он доверится, в который он поверит. Если это так, то я сама буду сейчас этим заниматься, то есть я не могу, я... Я сохранила ваш схептицизм, я вырежу, я честная, я честная, я не могу вырежу, и потом покажу, скажу, Оля, вы помните? То есть я честная в этом плане, то есть мы, я не стану вам говорить, что мы сделали тут такой разбор, и уже через 5 минут ко мне пришла энергия, я тут на шпагат села, потому что я мечтаю сесть на шпагат, у меня нет растяжки, кстати. Я еще не пробую. Не пробую. Мы еще до растяжки не дошли, у нас более глобальные есть задачи, но я хочу попробовать, потому что я знаю, что это, во-первых, не... как по-божески, то есть я против очень... Всяких акультских акульт. Я, да, я категорически против, потому что я очень верующий человек, хотя это выбор каждого, да, мы не говорим про религию, про веру, это выбор каждого. Я знаю, что это по-божески, что это по-доброму, это психология, разбор, мне кажется, они все равно где-то рядом идут, потому что... это же о жизни. Это жизнь, это разговоры, это ответы на вопросы. И, во-вторых, я любопытная. И, конечно, у меня есть определенные вопросы, на которые мне сложно самостоятельно дать ответ, потому что некоторые события цикличные в моей жизни, и мне хочется просто разобраться. Сыну очень приятно общаться. Я говорила, у меня был период в жизни, когда я пошла к психологу. Несколько раз по-честному, по-честному пошла к психологу, я от него сбежала, потому что было очень сильно оказано на меня давление и постоянно плакала еще больше, чем без психолога. Я самостоятельно в многих моментах разобралась, разобралась, и поэтому иногда как-то скептически к этому отношусь. И еще наше общество, ага, она к психологу уходит, ну, понятно, она сумасшедшая. Поэтому я хочу сказать, что это абсолютно нормально. Абсолютно нормально, когда мы можем запутаться. Это абсолютно нормально, когда у нас происходит в жизни что-то не так, как мы хотим. Мы же тем, кто сталкиваемся с трудностью. Вообще, жизнь очень интересная штука. И трудная, и круто эти трудности преодолевать. И если у вас в вашей жизни боится человека, это может быть Инна, или, возможно, другой человек вам протянет другую помощь и скажет вам, что я могу вам помочь, я могу помочь, разобраться, вот не отказывайтесь от помощи. Инна мне предложила эту помощь, и я от неё не отказалась. Хотя я, знаешь, всегда, я сама, мне не надо, я всё сделаю сама, я сама во всём разберусь. Но, наверное, настал тот период, когда я не буду отказываться от помощи и возможности разобраться в каких-то важных моментах. Поэтому я по-честному заявляю, что я не пробовала, мы не работали ещё вместе. Мы делали диагностику. Мы делали диагностику, какую-то трёхминуточку. Чтобы было через часов. Но мне очень интересно, я, естественно, если будет допустим, результат, то я об этом расскажу. Значит, с 1 марта начинается обучение, записаться можно уже сейчас. с учетом, с учетом, с учетом, что у вас выступление 8 марта, у меня 5, 6, 7 марта я обучаю в городе Москва в оффлайн-режиме, такой редкий формат, уже там 500 человек записаны, у вас будет мероприятие в марте. Напишите тоже мне в директ номер телефона. Буквально 100 мест осталось. Уже есть, да, на наборах? У нас тысячи учеников. Осталось 100 мест. Они-то, это же вы не пробовали, они-то обучились, они знают, что это очень круто. Если у вас есть возможность у учеников лично посмотреть, получить дополнительную квалификацию, посмотреть, как делать именно я разбор, вживую, что называется. Третье мы деньги, сексуальность, любовь. Напишите тоже в директ и номер телефона. Деньги, сексуальность, любовь. Три дня я буду обучать, как делать разбор на тему денег, какие существуют пороги финансовые, как определять, как делать разборы, как вам будут обращаться, сексуальность, какие бывают сексуальные блоки, откуда они берутся, как их прорабатывать. И третье любовь, любовь, самоотношения. Я бы любовь на первое место поставила. А что больше всего людям интересно, Инночка, вот такой вот у меня любопытный вопрос. Самый частый запрос. Вот если у обычного человека, это деньги, а если у богатого, это счастье и довольствие. Здоровье тоже очень часто просто ко мне обращаются люди, либо которые очень богатые и они там условно говоря умирают. То есть когда человек уже перепробовал всё, ему нужен результат. И когда ты делаешь разбор, он получает точечный ответ и у него там кровь начинает по-другому, он видит результаты через несколько дней. Естественно, он очень благодарен. И я люблю работать с теми, кто хочет быстрый и большой результат. То есть если человек знаете серии там, ну мне особо это не надо, ничего. У меня нет времени, времени и так далее. Времени в принципе ни у кого не, да? Но у меня со стартапа такие, знаете, вот люди, вот Оля Бузова, мне кажется, сейчас, не знаю, Оля, тебе крылья сделай, и ты взлетишься. Я взлечу 8 марта на своём концерте. Да, я приду. Да, да. А мне можно как всего первый ряд? Конечно, но если правда есть желание. Конечно. У меня тоже билетов мало осталось, но пишите, пишите в списке. Поэтому 8 марта я буду взлетать, жду вас всех заодно 8 марта. После 5-го, 6-го, 7-го ко мне приходят? Киночки, да. А мы с вами пойдёмте. Пойдёмте ко мне все. Прекрасный день, женский день. И я точно знаю, что в этот день я буду не одна, потому что вы будете со мной. Я очень соскучилась по концертам, и это тоже была определённого рода проблема, потому что с проблемой в прошлом году столкнулись все, абсолютно, во всём мире. но артисты переживали определённую историю. Оля, у тебя теперь есть я. Даже если во всём мире не будет концертов. Я буду обучаться, как делать разбор, чтобы открыть. Мы найдём место, где буду давать концерты я. Вот, поэтому мы хорошие. Кто заинтересовался, этот эфир, он такой, знаете, у нас не было никакой схемы, никаких определённых задач. Мы встретились, поболтали, и я сама, собственно говоря, как подопытный кролик, да, ну, хоть и по-честному, чтобы понять. Запомните её до и после. То есть будут какие-то изменения, и это дело не в стрижке, да. А я, кстати, после того, как побывала на вашем день рождения, у меня теперь не выходит из головы, я хочу тебе волосы, знаете, длинные, рыжие, вот такие я посмотрела. Оля невероятно в жизни, если вы её встретите, просто скажите, можно, пожалуйста, за вас подержаться? Мне все это говорят, все, кто меня видит, недавно тут. Строю, красиво. Красиво большое. Ну, это работа, это тоже работа над собой, то есть я хочу сказать, что моя стройность, она не генетически мне была дана. Давайте я делаю разбор, а вы мне энергетику стройной девушке. Я, да, так это работа, Иночка, ты же знаешь, как это работает. Я расположена к полноте, и все это знают, и я об этом не стесняюсь говорить, это правда, и не стесняюсь об этом говорить, я тем самым девчонок стимулирую и девчонки, ребят, к здоровому образу жизни, занятия спортом. Я сейчас катаюсь на коньках, я хожу на бокс. Если бы я ела круглосуточно, а поверьте, как я люблю есть, особенно колбасу и картошечку, и макарошки, то есть я бы была очень, ну, достаточно полной, и кто со мной давно, те знают, что я в свое время глобой. Давайте напишем Оле, как сильно мы ее любим, потому что вот это слушая все, понимаете, вот это вот, ну, не верите, пожалуйста. Мне она красиво, умно, обаятельно, обворожительно, энергичная, позитивная, открытая, красивая, молодая, успешная, талантливая. Давайте вот сделаем много-много сердечек. Олечке напишем в чат. У Оли через 7 минут следующая встреча, знаю ее теперь пунктуальность, я, да? Я, давайте ей, Олю, отстанем от Оли. Я забирала всех к себе Инна Триошинова, переходим сейчас в мой инстаграм. Да, вот. И я вам буду делать... Вот тебе уже пишут, что не верю, что я была полная. Я найду фотографию, где у меня торчат бока и жир над коленками. И я самостоятельно, занимаясь спортом, добилась результата. Вот как тут не верить? Я найду, прямо заморочусь, найду эту фотографию. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто был с нами сегодня. Вы простите, мои хорошие, что я читала комментарии, мне тут писали, Олечка, поправь прическу. Олечка, спасибо за эфир. Я видела, что вы мне пишете, я видела ваши комплименты, и просто очень хотелось с сыном поговорить, чтобы вы услышали наш разговор, потому что главная задача на сегодняшний день было пообщаться с сыном, лично еще раз, не на дне рождения, когда я была в состоянии, нестояние. Я пристала, да. Я сделала все для того, чтобы сделать праздник для своих людей, для своих друзей. А лично встретиться, это наша была совместная инициатива, мы как-то, как-то так вдвоем получилось, Инна предложила, я сказала, я давно хотела, но стеснялась. Мы решили провести такой совместный эфир, потому что у Инны есть огромная практика, она действительно помогает людям, и я надеюсь, что я в этом тоже скоро удостоверюсь на личном опыте, потому что мы русские, знаешь, какие, мы хоть и доверчивые, но мы пока в этом не убедимся, мы будем так все равно скептически ко всему относиться. Мы хорошие, кто заинтересовался Инной и ее... Кто мы заинтересовался? Нет, кто мы? Инна Пьяшинова. Переходите в прямой эфир, я буду вам показывать, как это делается, что такое диагностики, что такое диагностика, мастера спорта. Причем, если сейчас кто-то опоздает мне навстречу, мы закончим эфир, и я буду просто следить за твоим эфиром, чтобы терять время даром. Я очень вам благодарна за ваши комментарии, за вашу любовь. У нас был такой сегодня познавательный эфир, но я все видела, что вы мне писали. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Надеюсь, что кто-то заинтересовался, надеюсь, что мы вас зарядили своей энергетикой. И если этот эфир поможет, я так всегда говорю, если этот эфир поможет хотя бы одному человеку, это уже, это уже, значит, не зря мы встретились, не зря мы с вами пообщались. Я надеюсь, что вы мне тоже поможете. Я когда стала делать разборы вот так, даже если один человек, у меня же общение не было популярное, то есть я выходила в эфир, там было 4 человека, я сказала, Инна, если этот намоченьку поможет, значит, ты не зря родилась. И теперь, представьте, уже тысячи получеников, миллиарды уже разборов, конечно, уже классно. Да, я так же говорю, когда к нам приходят на ББ, и мы реально помогаем, ты была у нас. Я подарила академию вашего героя. Это очень здорово, это очень здорово. И разбираем, помогаем, приход адвокаты, я всегда говорю, что если наша программа наносит неразвлекательный характер, мы можем посмеяться, но мы реально помогаем. Если мы помогаем хотя бы один раз, хотя бы в неделю, хотя бы одной паре или одной женщине, или одному человеку, то уже я работаю не зря. Поэтому я вас люблю, все идем к Инночке в прямой эфир, сейчас поставлю сториз, чтобы вы не потеряли и знали, куда перейти. Спасибо, что были с нами. Всегда ваша, ваша Оля Усова. И напиши, Надень, тоже напиши. Ну что, мы заканчиваем. Люблю вас. Подождите, подождите. Подождите. Крестик. Спей. Нет, нет, нет. подождите. Подождите.